На видео, которое сейчас видите вы, нет ни одного здания, которое можно было бы восстановить. Просто вдумайтесь в это. Целый город, пускай и небольшой, все равно полностью стерт с лица земли. Нет никакого смысла теперь уже его восстанавливать, потому что восстанавливать по сути нечего. Не осталось ничего вообще, ни целых домов, ни деревьев, ни людей. Это даже не Алеппо какой-то в Сирии, потому что там город и то сохранился лучше, сохранилось хоть что-то. Эти кадры напоминают фотографии Хиросимы после атомной бомбардировки. Теперь это просто непригодная для жизни территория. Легче построить город какой-то на новом месте с нуля, чем все вот это восстанавливать. Потому что на новом месте хотя бы земля будет пригодна для строительства и не придется вывозить какие-то мегатонны мусора. А тут только на разборы, на разминирование этой земли, на вывоз вот этих всех руин уйдут какие-то миллиарды. И вот у меня вопрос к русским патриотам. Там вот к тем, кто верит Путину, кто считает, что Путин прав, к тем, кто поддерживает вот это все. И к тем, кто уверен, что Россия сейчас помогает Донбассу. Вот как Путин говорит. Скажите, а в чем смысл такого освобождения? Вот в чем смысл вот такой защиты Донбасса? Ну хорошо, допустим, захватили вы эти руины. Дальше что? Вот что дальше? Зачем они вам? Что вы с этим будете делать? Это же не город. Это теперь просто бесполезный строительный мусор. Вы всерьез считаете, что это вы так помогли людям? Что жители Маринки, они рады такой помощи, они за нее благодарны? Вы говорили, что Украина, Донбасс бомбила 8 лет. Так покажите хоть один, один город, который Украина до такого состояния довела за 8 лет, как вы Маринку за 8 месяцев. Ну покажите хоть один город, который превратился в такой лунный пейзаж на территории подконтрольной, как вы там говорите, ДНР, ЛНР. Хоть один. Так в чем тогда вы лучше тех, кого вы критикуете? Вы же в тысячу раз больше горя и разрушений принесли, чем кто бы то ни было на Донбасс. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить людей, наших людей, которые там на этих территориях проживают.